Привет, друзья! Деньги. Мы слышим о них, разговариваем и думаем о финансах практически каждый день нашей жизни. И действительно, все эти купюры, монеты и различные валюты уже давно стали неотъемлемой частью жизни каждого современного человека. Но если хорошо подумать, то что нам известно про них на самом деле? Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал и включите уведомления о новых выпусках. А далее мы расскажем вам 20 интересных фактов о деньгах, которые, возможно, позволят вам узнать что-то новое. Поехали! Лучшие деньги Самой распространенной формой денег во все времена был рогатый скот. Вне зависимости от экономической ситуации, в разные эпохи именно коровы, козы, быки, бараны и прочие животные считались наибольшей ценностью. А богачом был тот, кто владел самым большим стадом в округе. Но в некоторых местах история пошла по другому пути. Так, например, в Спарте для расчета использовали железные прутья. Они были крупными и тяжелыми, и у этого было разумное объяснение. Правительство считало, что спартанцы будут не так стремиться к богатству, а также не станут похищать деньги. Тогда этот метод действительно помогал поддерживать порядок в древней Спарте. Сейчас же некоторые страны производят монеты, имеющие непривычную форму. Допустим, Банк Сомали создал деньги в виде куба, пирамиды и шара. Появление купюр А известно ли вам, когда появились первые бумажные деньги в мире? В действительности это произошло в восемьсот двенадцатом году до нашей эры в Китае. Интересно, что по большей части все эти деньги использовались для ритуального сжигания на костре во время захоронения умерших. Считалось, что так они получат эти деньги в новом мире и смогут там жить счастливо. Практичность Кстати, именно в Китае изготавливали самые практичные и надежные деньги в мире. Причем это были не монеты из золота или серебра, а гораздо более функциональные вещи – орудия труда, предметы интерьера, столовые приборы. Все эти предметы изготавливали из бронзы и ставили на них соответствующие печати. Применялись эти оригинальные деньги еще во втором тысячелетии до нашей эры. Вечные должники А если говорить о необычных денежных традициях мира, то интересными нравами отличались кельты. Эти люди могли вполне спокойно брать деньги в долг у своих соплеменников, обещая, что отдадут их после смерти в другом мире. Островные кельты верили, что существует вечная безмятежная жизнь после смерти. Похороны сопровождались захоронением пищи, оружия и предметов быта, принадлежащих покойному. Так же, как и древние египтяне, кельты верили, что в загробной жизни все эти предметы пригодятся человеку. Ведь смерть в их представлении – это всего лишь переход в страну мертвых, где человек продолжает существовать в своем теле. Желанная банкнота Все мы привыкли к стандартным долларовым купюрам – в 1, 10, либо 100 долларов. Однако мало кому известно, что в 1934 году были выпущены купюры номиналом в 100 тысяч долларов. Изначально эти банкноты использовались между банками, а сейчас пользуются огромной популярностью среди состоятельных коллекционеров. Дороговизна производства Здесь же уместно упомянуть о следующем факте, что первая такая купюра номиналом в 100 тысяч долларов обошлась бюджету США во внушительные 30 тысяч долларов. Рекламные проекты Примечательно, что в 2004 году в Америке всерьез рассматривался законопроект о разрешении размещать рекламу на долларовых банкнотах. К счастью, особой поддержки эта идея не получила. Евро А как вы думаете, какая купюра является самой популярной во всем мире сегодня? Если вы считаете, что это банкнота в 100 долларов, то сильно ошибаетесь. На самом деле, наибольшей популярностью в наше время пользуется купюра в 500 евро. Любопытный факт, который относится ко всем валютам мира. Каждая бумажная банкнота, вне зависимости от страны и ее производства, рассчитана строго на 4000 двойных изгибов, после которых она тут же рвется. Причем, схожей прочностью не может похвастаться ни одна обычная бумага в мире. 10 килограммов Если вам удастся собрать миллион купюрами по 100 долларов, то при взвешивании вся эта денежная масса будет весить примерно 10 килограммов. Вот уж действительно, где 10 килограммов счастья? Внушительный вес А если вы сумеете накопить 1 миллион долларов монетками по одному центу и захотите их взвесить, то у вас выйдет рекордный вес в 246 тонн. Мда, бумага и как-то интересней. Практичные строители Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что происходит с деньгами, вышедшими из обращения? К примеру, в России отправляют на свалку как твердые бытовые отходы четвертой категории. У переработка купюр в России затруднена. Однако на Западе и в Японии принято производить из переработанной денежной массы удобрения, цветочные горшки, урны и другие товары. В состав купюр входит свыше 90% хлопка, который содержит специальные склеивающие вещества. Если нейтрализовать все токсичные вещества, то такие отходы подойдут для изготовления стройматериалов, наполнителя для бетонных блоков, утеплителя и даже материала для изготовления гробов и надгробных плит. В России пока лишь небольшой процент денежной массы применяется для производства стройматериалов. Причина – составы красителей. При производстве банкнот используют различные пропитки, содержащие тяжелые металлы и другие вредные вещества. Вторичные изделия из таких материалов небезопасны. Хорошая идея Конечно же, вы обращали внимание на портреты людей, которые изображены на современных денежных купюрах. Однако мало кому известно, что первым правителем в мире, который указал чеканить свой профиль на деньгах, был знаменитый полководец Александр Македонский. Естественно, эту идею горячо одобрили и многие другие правители мира, сделав своим монетным дворам аналогичные указания. Согласитесь, это весьма интересный факт о деньгах. Секрет технологии А знаете ли вы, из чего на самом деле изготавливаются деньги? В действительности это не обычная бумага, а особый материал, который изготавливается на 75% из хлопка и на 25% из льна. Однако не все деньги сегодня являются такими. К примеру, в Австралии часто используются деньги из пластика. Черта бедности Печально, но факт. Более трети всего населения нашей планеты живет на 1-2 доллара в день, то есть на 30-60 долларов в месяц. В основном это касается жителей бедных стран с неразвитой экономикой. Жизнь богачей Здесь же уместно упомянуть, что согласно статистическим данным, самые богатые люди мира живут в среднем по 60 лет. Любопытно, что бедняки по большей части отличаются большей живучестью. Преимущество золота Интересно, что инфляции можно избежать только в том случае, если весь денежный оборот будет состоять из золота, так как его количество сильно ограничено и не возрастает со временем. Раньше во многих странах применялись именно золотые и серебряные монеты, но позже правительства государств придумали новую денежную систему, которой мы пользуемся сегодня. Цифровые деньги Экономика не стоит на месте, а с ее развитием появляются и новые виды денег. Например, криптовалюты – это особые денежные единицы в цифровом виде, которые отдаленно напоминают электронные деньги, что работают на основе блокчейн-технологии. Интересным фактом является то, что такие деньги невозможно подделать, их система полностью децентрализована, а количество самих монет строго ограничено. При этом такие цифровые монеты можно использовать без каких-либо посредников наподобие банков. А первые электронные деньги появились в конце XX века. В связи с развитием компьютерных сетей, интернета и системы предоплаченных карт, Центробанки ведущих стран мира официально признали существование электронных денег. Само понятие «электронные деньги» весьма противоречиво. Это одновременно и средства платежа, и обязательства эмитента. С другой стороны, купюры раньше тоже считались обязательством коплате золотом или серебром. Это означает, что в будущем электронные номиналы, возможно, станут такой же разновидностью денег, как монеты или купюры. Появление карт Примечательно, что в своем современном виде кредитные карты появились уже в 1949 году. Изначально никто не воспринимал их всерьез, но в течение нескольких последующих лет они буквально взорвали весь окружающий мир. Сегодня ими пользуются уже миллиарды людей. Способы хранения Любопытно, что на 2018 год 96% россиян владеют сберегательными счетами, депозитами и дебетовыми картами. Средним на каждого жителя страны приходится почти три банковские карты. 74% россиян расплачиваются банковскими картами раз в неделю и чаще. Популярность банкоматов А известно ли вам, сколько банкоматов сегодня работает в мире? Оказывается, что их количество достигает двух миллионов аппаратов. Сегодня вы можете найти такие банкоматы даже в самых маленьких городах мира. Примечательно, что двое из этих устройств работают даже на Северном полюсе, а также на станции Макмёрда, неподалеку от Южного полюса, установлены два банкомата НСР, принадлежащие Уэллс-Фарго и обеспечивающие доступ к финансовым услугам для 1200 сотрудников американских исследовательских центров. Каждое лето сюда приезжают технические специалисты и выполняют обслуживание аппаратов. Зимой поддержание банкоматов в рабочем состоянии обеспечивают сотрудники станции. А вот самый первый банкомат в истории был установлен в 1967 году в Лондоне. Правда, принимал он не пластиковые карты, а специальные бумажные ваучеры. Если вам понравилось наше видео, но вы еще не подписались на нас, то подписывайтесь прямо сейчас и ставьте лайк, в следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч, пока!